8 декабря 2012 года на турнире M1 Challenge 36, который проходил в городе Матище, состоялся бой между молодым бойцом из команды Федора Емельяненко и Александр Невского МК Виктором Немковым и его ровесником Гаджимурадом Антигулум, который представлял клуб Легион из Ростова-на-Дону. Гаджимурад Антигулов на тот момент выиграл турнир-восьмерку, организованную телеканалом «Боец», а также принимал участие на турнире M1 Selection, где досрочно победил чемпиона Европы по боевому самбо Сергея Филимонова. Он считался одним из лучших специалистов по борьбе в партере в полутяжелом весе российских смешанных единоборств. Виктор Немков же к 24 годам добился множества титулов, как в боевом самбо, так и в профессиональном ММА. Он и являлся вице-чемпионом M1 Selection 2009 в составе Red Devil, чемпионом Grand Prix S70, а также бился за титулом в One Challenge и проиграл там не кому-нибудь, а чемпиону ADCC и ветерану UFC Винни Моголеевич. В случае победы Виктор мог рассчитывать на новый титульный бой, но Гаджимураду Антигулову на этот счет были свои планы. М1 Global presents Уважаемые поклонники смешанных единоборств, представляем вашу вниманию Супербой в весовой категории до 93 килограммов. Подготовка к бою была в Старом Оскоре, готовились как обычно, боролись, боксировали. Соперник очень сильный физически, вроде бьет неплохо, борется хорошо. Посмотрим. Желаю показать красивый бой, желаю удачи. Соперник очень опытный, очень хороший боец. Много видел его бои. В бою я очень нормально готовился к бою. Готовился, тоже заслуженный тренер по таймбоксу за наубеку. Готовы до конца даться. Готовы до конца дается. Причем, Григорий, поправьте меня, если я не прав. У Виктора же был перерыв довольно серьезный. Он не выступал на протяжении, ну, получается, двух лет. Не нарушаем. Работаем через раунд. Ну, именно вот на серьезных турнирах он не появлялся. Пах не бьем. Поединок сегодня Магарея Шангберс. Руки базария. По углам. Если память не изменяет, проходил не более года назад. По 11-й. Да. По-моему, же летом он, насколько я знаю, в Сочи выступал. По-моему, выиграл Галитина. Имеется в виду с 2009-го по 11-й год. У него какая-то пауза такая была в выступлении. Потом в поле, можно, таких небольших турнирах выступал. Он наращивал. Григорий Мурад сразу прохватывал ноги. Опять свалить, ну, там навязать свою игру разумеется. Логично усадил. И сейчас будет стараться свое что-то придумывать. Виктор Виктор Виколепно борется. Он очень гибкий. Несмотря на то, что у него, конечно, длинные рычаги и руки нобиевские. Отломать их, так грубо говоря, ему очень сложно. Он и сам большой любит этот треугольник накинуть. Или болевой на руку взять. То есть он в этом плане очень хорошо подготовлен. Опять же, тренируется вместе с Федором Емельяненко. Федор тренируется без спорта? Я думаю, Федор, безусловно, поддерживает форму. Я думаю, вы сейчас расскажете про следующий бой уже обрадовался. Это тайна. Покрытая мраком? В хафф-маунте находится Гаджимурат. То есть практически уселся на живот Виктор. Ну, Виктор правильно так складывается. Голу убирает вниз. Не позволяет для него в позиции. Пытается встать. Тяжеловато Гаджимурат. Совсем тяжелый, атлетичный боец. Он трессингует, давит. Не дает подняться Виктору. Ну, коленом-то здесь бить нельзя, на самом деле. Нет, в корпус можно. В корпус. А там удар явно был не в корпус. Главное в голову не попасть. Я все понимаю. Ну что, и вот позиция уже, что? Уже гвард, но надо, конечно, разворачивать или на середину, может быть, даже выдвинуть. Здесь что? Виктор треугольник накинул, но у него правая нога заблокирована. Не может сейчас, к сожалению, защелкнуть треугольник. Потому что Гаджимурат великолепно контролирует ситуацию. В принципе, как раз Гаджимурат делает сейчас то, что и должен. И то, что ему и надо делать против подобного соперника. Григорий, вы абсолютно справедливо упомянули о том, что в стойке с ним что-то придумывать, где-то играться. Наверное, смысла большого нету даже подбирать дистанцию. Сразу надо было влетать проходом и стараться что-то там сделать внизу. Есть попадание. Попадание довольно тяжелое. И есть мало. Да. И сразу обратите внимание. Как сразу-то сбросил, а? Поймал момент. Эненцию соперников поймал и перевернулся. Ну, Гаджимурат будет делать свое. Здесь можно попробовать гильотину сделать. Очень уж мощный там оппонент стать, чтобы стараться задать гильотиной. Нет, можно там. Позиция зависит. Здесь не соглашусь, Григорий, вы знаете. Видно было, что, во-первых, не отдает. Во-вторых, очень много сил как раз на то было отдано, чтобы не свалиться в какое-то плохое положение. А вот это вот уже начинает заигрываться потихонечку. Гаджимурат антиголов. Он почувствовал уверенность. В принципе, он контролирует первую половину боя. Первый раунд, я имею в виду. В общем-то, за ним. Вчастую. По физическим кондициям, я думаю, он посильнее. Просто как атлет. Помощевый. Помощевый, да. Здесь вопрос, хватит ли кондиций функциональных. Сталкивались мы уже с этим, в частности, на турнирах. Вот сейчас треугольник. Вот, пожалуйста. Сейчас посмотрим, как будет уходить Гаджимурат. Там больше... Там через группу. Но в треугольник залез-таки. Залез-залез. Вошел, вышел. Сбросил. Хорошо. В общем, сгруппирован Гаджимурат. Чувствует такие вещи. Хорошие борца. Они за несколько секунд до начала приема уже понимают, что им хотят сделать. Соответственно, контрмеры принимают. Не все так просто. Пока очень хорошую партию ведет именно Гаджимурат Антигулов. Поскольку все по делу. Другое дело, насколько выносливости хватит. Сил-то очень много тратится. И тем и другим. Виктор Нинков здесь защищается. Но опять попытка атаки. Здесь показать на руку лишний раз вполне себе. И смотрите, уже не идет дальше бороться. И сразу в толчковый удар встает Нинков. Виктор теперь будет силами стараться не падать на землю. Сейчас нужно пользоваться преимуществом в линии рук и ног. Гаджимурат, я думаю, сейчас... Зачем он встал в угол? Непонятно. Против Нинкова стоять в углу-то не надо. Аперпорт. Причем такой, знаете. Видно немножко под уставок Ментегулов. Как уже медленнее проходят ноги. Ну, естественно, он доминировался. Весь первый раунд. Потратил очень много сил. Сейчас нужно ему продышаться немного. Продышаться, а остается-то всего-навсего. Там 15 секунд. Понятно, что эти 15 секунд надо еще и отбиться, но... Виктор выцеливает. Ну, и Гаджимурат тоже. Правый боковой показал. Вы знаете, видно, что в том числе и Виктор Даниленков подустал. Поскольку, несмотря на то, что выцеливал уже одиночным ударом, концов медленно. Медленно, видимо, немножечко руки оттекли, но, тем не менее, концовка осталась за ним. Ну, там, не то, чтобы однозначно, но... Первое, толчковым ударом от себя отбросил, встал раз. В концовке загнал соперника в угол два. И провел в атаке, даже в хорошем, в концовке первого раунда. И опять, вот, насколько хватит у него выносливости, я имею в виду, скорее, Гаджимурат и Антибулова, на то, чтобы поработать в подобном же ключе. То есть, свалить соперника в партер и попытаться там завозить нормально. По поводу Виктора Мюнкова мы прекрасно знаем. Во-первых, он очень терпеливый боец, мы это только что видели. А во-вторых, у него в ССН все в порядке, он сухой. Гаджимурат мощный, но здесь, насколько сил у него платят на то, чтобы бороться подобные... Вот еще две полноценные 2 по 5. Ну, честно говоря, пока не очень понятно. Тем более, что... Ну, наверное, во второй раун покажутся. Ну, вот, уже, пожалуйста. Достаточно посмотреть, как бойцы двигаются, как двигаются. Чтобы понять, у кого сил осталось побольше. Спокойно, одиночно. Ну, да, конечно, конечно. Это то, чего стоило ждать. Не успевает пока отбрасываться. Но здесь есть возможность растянуться. Попытается вкрутить руку. Получается... Да. Видно, конечно, подустал Антигулов. Не хватает ему мощи, чтобы вырвать соперника. Выдернет. И в этот раз попереведет еще. Это совершенно точно. А то и сверху сядет. Да, очень опасная позиция для Виктора. Потому что, чтобы мы не говорили про концовку, и как бы мы не рассуждали о том, что в концовке смотрелся поубедительнее, Гаджимурат первый раунд выиграл. Он весь раунд на нем сидел. Безусловно, первый раунд за Гаджимуратом. И тут вопрос такой, знаете, на тоненького. Хватит ли сил. Поскольку попал. Попал довольно чувствительный удар. Там больше пальцами он по подбородку. Тем не менее. Ну вот сейчас и Гаджимурат левый боковой попал. Сейчас, если развернет корпус в сторону, а то и задушит. Ну, пожалуйста, герекину в стойке. Здесь со скручиванием, если попробовать. По-моему, уснул. Уснул. Но Гаджимурат не согласен. Спорная ситуация. Честно говоря, с нашей позиции не очень было видно. Ну, со спины вообще тяжело что-то разглядеть. Но мне показалось, что повесили руки у Гаджимурат. И это именно стало основанием. Это задача рефри. Это задача рефри. Тут мы с вами можем не видеть, судья-то видеть обязаны. Нужно повтор посмотреть. Но у меня, конечно, все-таки руки повесили. Ну, первое, надо смотреть повтор. Да, давайте, по-моему, второе, пока человек до команды СУГИ. А команда СУГИ была. Судья-то все видел прекрасно. Посмотрим все. Посмотрим все. Посмотрим все. Посмотрим все. Посмотрим все. Сейчас посмотрим на повторе. Давайте наблюдать. Все-таки руки были расслаблены. Вот, 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 вот. Смотрим. Да, да. Все-таки отключился на секунду буквально. Вполне, да. Рефери все правильно сделал. Он не имеет права рисковать здоровьем бойца. Знаете, иногда лучше перестараться, но сохранить здоровье. Потому что такие приемы, они... Вот этот прием еще и опас. А если передержать, то это не останется без последствий для здоровья. Без последствий для здоровья раса может дойти до нехорошего Т-2. Потому что есть бойцы, которые засыпают, но не сдаются. А в этом положении, да еще и когда идет нагрузка, наскручивание шеет. Не надо. Команда, интересно, согласна с решением или нет? Я дума, что не могу. Честно говоря, вот сейчас по данной ситуации... Вы что, решение вынесли? На второй минуте второго раунда удушающий прием победу одержал... Победитель объявлен и судейским решением лично мне здесь остается согласиться. Наши поздравления. Очень рад победе. Как бы долго тренировались. Как бы бой пошел не так, как я ожидал, но слава богу, выиграл. Спасибо всем за поддержку. Очень приятно. Если, конечно, попросит о реванше. Ну да, как тренера решат. Спасибо. С победой. Хочу передать жене привет. Очень люблю ее. И ребенку своему, Ярославу. Спасибо большое. Виктор Немков. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok